здравствуйте с вами александр я хотел бы вам рассказать об очередном глобальном обмане человечества да я не открываю номер новый мир не изобретая велосипед относительно эта информация известна но ее скрывают опорачивают отемняют очень делают и выставляют не лучшим свете какая-то информация та информация это такая что мы плодоярны мы кушаем плоды то что в раз вырастает на растениях то что имеет мякоть и семечку то что мы когда скушаем принесет нам пользу то что мы скушаем семечку выплюнем или она пройдет на желудочно-кишечный тракт и мы ее посадим таким образом на каком солнечной палятки сходи в туалет естественным образом они в фарфорового друга которую носит все в не пойми куда таким образом растение распространяется когда мы съедим зайчика козленка барашка цыпленка они почему-то вот таким образом не распространяется вообще в природе и хищники сделаны для того чтобы слабеньких больных как раз утилизировать убирать чтобы были росли только здоровые сильные особи ну а мы точнее нам нам внушили что мы как всеядные что мы можем есть все что горит и что не горит и яды и остальное в общем глобальный обман заключается в том что мы не всеядные никакие мы не хищники что мы были хищники у нас должны быть куки вот такие там челюсти и влево-право не шевелиться как у собаки только вверх-низ потовых желез не должно быть вот не должны мы потеет точнее давайте перейдем к определению из медицинского учебника благодаря которому я стал веганом услышав его больше семи лет назад и так любая молекула чужеродного животного белка попавшая в наш организм является антигеном на антиген выделяются антитела они встречаются сражаются и выделяются наши выделительной системы в виде слизи соплей и гноя все это определение написано во всех медицинских учебниках по которому учились наши врачи но они благополучно об этом забывают ну типа типа глупость какая подумаешь забыть такое правило закон ома или там правоописание ночью в общем в общем в общем после того как я узнал про это определение услышал немного мне времени понадобилось для того чтобы принять решение стать веганом до этого у меня уже была подготовка то есть я сначала завязался алкоголем прошло два месяца завязалась сигаретами прошло еще два месяца на раздельное питание перешел просто каждый переход потребует от вас неких усилий некую перестройку организма любая перестройка ну дает о себе знать каким-то непонятками вот эти непонятки в течение двух месяцев прям прекращаются выпускают на ура и вот в очередной раз смотря youtube не были заголовок научное обоснование вреде употребления мяса в пищу у меня один заголовок уже убил обоснование типа давай поспорь я прочитал посмотрел послушал а спорить то не с чем а все то насходится вот пошел уже восьмой год с того момента как я перестал употреблять животный белок в пищу по заветам вот этих врачей которые определение не помнят на 5 6 год у меня должно было все закончится все незаменимые аминокислоты и прочее прочее бла 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 уже пошел восьмой год условно я взял дату в 1 декабря я уже не помню конкретно но с 1 декабря там какого-то года перестал употреблять в пищу животный белок первые два года первый год один раз я поболел дней 8 чистился организм еще через год дней 8 тоже такой болел интенсивно чистился организм после были чистки такие незначительные ну и сильно не спешу опять там на правильный здоровый образ жизни точнее я к нему иду стремлюсь но не все сразу не все так резко как вот два месяца были переходные этапы на тех периодах также здесь да мне еще остаются там некие вредности там условные печенюшки мороженка которая еще пока балуюсь но тоже со временем закруглю в общем и все меньше и меньше в моем рационе а здоровье все больше и больше а тяги вообще никакой нету вот даже к тому же шашлык как вкусно шашлык для меня это горелая плоть кстати почему вообще начал записывать это видео которое планировал записать сегодня на большой земле на фоне солнечного вегетария рассказывая как там можно всю эту красоту выращивать там не получилось некогда были другие хлопоты сегодня попросили шашлычка меня купить тут типа попраздновать родственники отдохнуть да вот у вегана с 7-летним стажем родственники не веганы почему так ты не смог им объяснить ты не смог им доказать или что так все элементарно просто зависимость как алкогольные сигаретные все прочие зависимости это зависимость кто-то это понимает сразу и даже не подходит к этому кто-то соскакивает побыстрее кто-то в растяжку лучше позже чем никогда ну и поэтому да сначала я бы хотел бы посеять в ваших головах зерна сомнений да и не становитесь веганами сразу вы просто запустить эту мысль что возможно то вот это тут борода ты волоса ты-то прав худой дрыщ опять по природе мы дрыщи у нас не должно быть обвеса что я не мог бы почесаться за спиной как вот эти качки ходят горы мяса наедятся этого мяса стероидного в общем ладно опять к чему я начал шашлыки и к чему начал записывать вот этот пандемия корона шляпа и все прочее уже вот-вот-вот здесь вот уже 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 так достала уже прям ну просто сил нету я уже закрывал глаза там условно там политические блогеры другие вот которые там по политике все в тема а тут вирус 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 ну то есть все мы можем заблуждаться и все мы имеем возможность заблуждаться ошибаться почему бы и нет не стоит вот дается этот политически вот так все хорошо рассказывать скоро на шляпы ошибаются все вера ему нету вот и все он скоро на шляпы ошибся нет просто нас вот с детства обманывают по всем параметрам и просто осознание этого всего приходит кого позже у кого никогда у кого раньше вот какая причина у меня выяснилось я у нас местные губернатор указ мол без масок магазины посещать надо туши маски эти понты очков нету слизистая крыта как носу так и на глазах плюс опять маски для больных на стен нацепили сказано маски значит маски пофигу с чего нас трусов шита лишь бы маска ладно когда начинаешь разговаривать с людьми напишет закон с пятого этажа прыгать с маской с этой же тоже попрыгаешь ну про это молчат отмораживаться ну не мы это придумали но вы этому подчиняетесь зачем вы этому подчиняетесь боритесь за свои права я борюсь за свои я не хочу одевать этот куцак намордник дают такой пакетик тому такая марлечка типа ну видать центральный магазин короче оштрафовали государственный магнит но опять остро оштрафовали то не магазин оштрафовали то работников так что без разницы государство оштрафовала работников на государственном предприятии за то что те обслуживали людей без маски и теперь 30 тысяч или сколько там штраф им влупили им жалко и они теперь принципиально без масок не отпускает во всех остальных магазинах этого города там и продавцы сидят без этих масок и все нормально но в этом нет и все у вас смотрите охранник без маски вот эта женщина тележки таскает тоже не маска на подбородке а меня вы заставляете от куцак и все остальное я где-то с обслуживать не буду это без проблем оставил этот шашлык по дешевой цене купил в другом магазине на 300 рублей дороже вышла покупка но вот это как раз богатое мышление нищие мышление вот эти вот копейки выгадывать богатое мышление это объяснено через вилка тарелка черешни есть хорошая есть чуть-чуть начинает гнить и когда ты начинаешь чуть-чуть начинает гнить надо ее подъедать быстрее пока не пропало и пока ты подъедаешь вот эту начинающий подгнивать уже гниет уже целое нормально вот это нищие мышление в итоге ты ешь всю челюшню хнилую богатое мышление также тарелка с челюшней но ты начинаешь есть самые вкусные самые сочные ягоды поэтому все скидки все вот этот торги и выклянчивание ходом мимо поэтому какую цену просят такую давайте и поэтому опять же магазины у дома ой как дорогого как дорого а я уже поэтому магните там затарюсь или еще в другом каком сетевом магазине так вот это пример уже показывает точнее сейчас задыхает розничная сеть сам работаю торговым прям заявки за заявку уже каждая прям уже меньше куда а куда меньше вопрос магазина закрывается закрывается закрываются скоро будет блин на 10 квадратных километров один магазин или до ближайшего магазина там 100 километров раньше было на каждом углу представляете у нас тут вот такой район большой не из бедных а магазин закрылся не потянул всех этих аппетитов власть придержащим так что вот так и теперь за каждой там мелочевкой приходится бегать фиг знает куда с другой стороны и не хотел бегать то есть я перехожу на максимальное самобеспечение стремлюсь к этому да не все сразу но в принципе все можно поэтому давайте рублем наказывать те же магазины идут типа зачем ты ходишь в тот магазин где тебе дают с ноги где тебе не обслужить где тебя не считай директором где ты директор потому что ты платишь за услугу и получается ты деньги платишь ты не тот кто распределяет бухгалтер там управляющий ли кто ты несешь деньги в магазин если ты деньги в магазине принесешь бухгалтером директором распределять нечего будет поэтому давайте вот осознанно подходить ко всему пусть не сразу пусть постепенно но я думаю будет это входить в вашу жизнь поэтому опять же дорогие друзья не стремлюсь вас сделать в одно мгновение там веганами фруктоедами сыроедами я вам дал определение и по силу зерно сомнений это земло зерно сомнений попадая в благодатную почву прорастает если там почва не очень там сушь жара песок научная официальная точка зрения нихрена там не прорастет или если человек я всю жизнь был врачом я лечил вот так вот я раз и признаю что всю жизнь неправильно лечу нет я не признаюсь я уже перед ногами в гроб чем я признаю всю жизнь прожил зря я знаю есть и такие у меня зрители дорогие друзья допустите тень сомнений что вы делали всю жизнь что-то все правильно что возможно все иначе и вы тоже уже на немало доказательств набрали за свою жизнь которым не хватало от нескольких пазликов формируйте свою картину мира берите пазы зашлифовывайте вставляете его в эту картину мира из этой картины мира оценивайте все происходящее так ну еще немножко по 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 самообеспечению вот этого дерева называется динго белоба прародитель всех войны в свое время его листик вот так вот свернулся и получилась иголочка он ровесник динозавров раньше были целые семейства и лианы и кустарники но после всех был их катастроф где нас все засыпало глиной вот эти вот засыпанные города в том числе и все эти деревья засыпало нам рассказываешь о ледниках выдавил ч 15 ледников ну какой ледник после взрывов этих катастроф я видел эти огромные оплавленные волны сколько это глины просто загубление корневой шейки на полметра все дерево погибает а если на метр другой если вижу какие вот эти засыпанные здания вот я раньше все озадачивался где вот эти старые деревья 500 лет 1000 лет 200-300 то есть 200 у нас самые-самые долгожители 200 летние деревья как это так всего лишь 200 лет это вообще ни о чем и так начала про гинго-белома гинго-белоба также из его листа из этого чудесного листа делают 40 процентов всех медицинских препаратов фармацевтика это один из самых таких прибыльных бизнесов в нашем мире вот это дерево его все рушит можно просто заваривать его в чай он стимулирует работу мозга чистит тонкие сосуды атеросклероз в общем все где есть мелкие сосуды где они забиты неправильным питанием животным белком холестерином вот это он все лечит плодоносит он в 30-летнем возрасте двудомное дерево мужчина и женщина опять же муж чина и жен чина женский чин мужской чин это опять отдельные истории в общем сегодня глобальный обман по еде и так дорогие друзья надеюсь видео там еще не закончилось я посеял все-таки эти зерна сомнений да почва у всех везде разная кто-то быстро врастет мгновенно прям сразу так где ты раньше был да теперь у меня все звезды сошлись кто-то попозже кто-то может быть с 5 попытки также курить я бросил с 5 попытки но все-таки бросил и одна из моих любимых поговорок лучше позже чем никогда на этом мы и закруглимся а также если вы желаете еще узнать глобальных других обманов я постараюсь оставить список каналов которые мне помогли вот эти вот обманы раскрыть так что в описании в первом комментарии закрепленном будут каналы рекомендую заходите на них пожалуйста подписывайтесь смотрите лайки комментарии репосты но это такая информационная война в которой мы принимаем активное действие и можно до активно сидеть на попе ровно на диване а можно активно действовать по поводу вот это сразу все в кучу на ра налеплю хрен с ним налеплю все в кучу обнуление надо принимать участие во всех движниках вот этот меня ничего не зависит моя хата с краю как дмитрий валились потапенко мне нравится этот рассказы я бы ввел бы в обязательное голосование чтобы в общем обязательно если не обязательно думаю какие меры да просто повышенный наук там условный два процента три там условный процент который бы ну ты не хочешь решать за себя за тебя лишь а другие но только поделись немножко вот своим да если ты не хочешь твоя хата с краю ты ничего не зависит а проценты жалко отдавать по налогам налоги за нас отчисляет работодатель тоже мы сами ладно слишком много слишком много желаю тебе зритель опять же посмотреть на вот эти все каналы поинтересоваться пусть и не все сразу освоишь ну все у тебя впереди желаю всего доброго счастья здоровья пока пока